Девушки отдыхают А куда вы ее несете? Мы хотим летом поехать на дачу и взять с собой бок Сейчас идем в ветклинику на профилактику Ой, а у нас тоже кошка есть, мы тоже поедем на дачу Поэтому мы идем с вами, нам тоже нужна информация Здравствуйте Здравствуйте Вы на приемной процедуре? Мы принесли кошку к доктору на консультацию Отлично, проходите Это кто у вас? Это Борка Борка? Сколько Борки? Возраст? Лет 10 уже 10? Что у нас с прививками? Не было прививок Вот скажите Понятно, что человек с самого рождения наблюдается у врача А как часто нужно водить животных к врачу? С самого рождения нужно водить изначально хотя бы раз в год на профилактические осмотры При этом один раз в год делается вакцинация В случае, если возникают какие-либо проблемы, то естественно сразу же идем в клинику Животные, которые достигают возраста 8 лет и старше Вообще, кошки и собаки домашние Лучше, чтобы они проходили обследование полностью Если они один раз в год будут сдавать анализы крови Они избавят себя и владельцев от очень многих проблем Потому что очень много заболеваний Можно диагностировать на ранней стадии А скажите, вот ее ребята решили на дачу везти летом Какие меры профилактики нужно провести? Профилактика с глистами Если она у вас никогда не была привита То вакцинация делается двукратно с интервалом 3 недели То есть вы даете препарат от глистов Проходит 10-14 дней Делаете первую прививку Потом 21 день еще вторую И потом едете на дачу Чем, как правило, болеют кошки и собаки? И какие из этих заболеваний опасны для человека? В основном, по опыту, кошки и собаки болеют вирусными инфекциями В случае, если они не привиты Сейчас начинается сезон пероплазмоза То, что переносится с клещом Клещ переносит кровопровизитарное заболевание Очень опасное для собаки Кошки этим не болеют Основные заболевания Зонтропозонозы Это заболевания, которые совместимы между животным и человеком В частности, это бешенство, лептоспироз Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание Вирус вызывает специфический энцефалит Воспаление головного мозга у животных и человека Передается со слюной при укусе больным животным Затем, распространяясь по нервным путям Вирус достигает слюных желез, нервных клеток коры головного мозга И, поражая их, вызывает тяжелые нарушения До недавнего времени бешенство считалось абсолютно смертельным для человека В 2005 году был клинически зафиксирован первый случай излечения от бешенства На стадии проявления симптомов Название болезни происходит от слова «бес» Потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами Источниками инфекции для заболевших бешенством служат собаки, лисицы, кошки и другие животные Животное становится заразным за 3-10 дней до появления признаков болезни И остается заразным в течение всего периода заболевания Признаками бешенства являются выделение слюны, агрессия животного, спонтанные движения, отсутствие аппетита и водобоязни Однажды нашу собаку укусил клещ Мы его, конечно, удалили, но вот есть вопрос Нужно ли этого клеща нести в лабораторию, чтобы понять, переносит ли он какие-нибудь заболевания? В случае, если вы этого клеща не выкинули, не сожгли, не раздавили Будет проще и эффективно, если вы принесете его в клинику, либо в лабораторию Для того, чтобы его исследовали на пероплазмоз Потому что это даст возможность в начальной стадии, прямо с самого начала определить Заразен клещ или нет? Заболела ваша собака или нет? Для того, чтобы реже находить клещей, для того, чтобы кошки и собаки не подхватывали этих паразитов Их нужно обрабатывать Надевать ошейники противопаразитарные, капли, спрей В случае, если вы все-таки нашли клеща на коже животного Вам поможет вот такое простое устройство С помощью которого мы просто поддеваем клеща в плотной к коже и попросту выкручиваем его А кроме клещей и инфекций, какие опасности подстерегают кошек и вообще любых животных на улице? Если животное находится всю зиму дома, потом выезжает на дачу Для нее это стресс, для животного Там появляются другие агрессивные собаки, машины, люди, заборы, все что угодно Они там могут съесть то, что находят, они могут упасть откуда-либо Очень часто животные приходят, приезжают с дачи уже с большими травмами, с глобальными Владельцам нельзя резко отпускать животных сразу на улицу, приехав на дачу Нельзя их кормить шашлыком резко Потому что собаки и кошки начинают наедаться, у них начинается отравление по носу, рвота Нужно следить за питанием, ничего особо не менять И продолжать, в общем-то, образ жизни такой, который был и в городе Кроме кошек и собак, многие люди держат экзотических животных Например, енотов, обезьян, рептилий Например, одна наша знакомая держит дома обезьяну и енота Нужно делать какие-нибудь прививки при выезде за город И говорить, к примеру, об енотовидных собаках Их нужно вакцинировать так же, как и собак обыкновенных По поводу рептилий, им, конечно, не делают вакцинации Но в основном это контроль врача Алексей Геннадьевич, огромное вам спасибо за консультацию Мы обязательно придем с ней на прививки Да, и мы с твоей кошкой тоже обязательно придем До свидания Пожалуйста, до свидания, приходите Забота о животном заключается не только в том, чтобы его обогреть, приласкать и накормить Но и, конечно же, в том, чтобы следить за его здоровьем Доктор нужен не только человеку, но и любому животному Помните, что мы в ответе за тех, кого приручили Редактор субтитров А.Семкин